Подготовка кадров для нужд промышленности региона и комфортное проживание будущих специалистов. Главные задачи, которые легли в основу соглашения о сотрудничестве по реализации проекта строительства учебного корпуса Березняковского политехнического техникума и общежития для иногородних студентов. Свои подписи в документе во время Пермского инженерно-промышленного форума поставили глава региона Дмитрий Махонин и технический директор компании Уралкалий Эдуард Смирнов. Также предполагается, будут построены научно-образовательные лаборатории, физкультурный комплекс, библиотечно-информационный комплекс. Будут созданы все условия, чтобы получить очень качественное образование людям. И, конечно же, мы этих специалистов очень ждем на нашем предприятии. После официальной церемонии подписания важность появления новой и современной инфраструктуры в сфере образования отметил и глава региона Дмитрий Махонин. По его словам, сейчас предприятия совместно с краевым правительством должны заниматься развитием условий в средних профессиональных учреждениях и вузах. Спасибо компании за то, что одни из первых согласились инвестировать в образование. Это развитие микрорайона Любимова. Я об этом уже говорил. Мы планируем строительство общежития и строительство техникума, химического техникума, который будет готовить кадры для наших колечников. А присутствующий во время заключения соглашения глава Березняков подчеркнул, что в ближайшее время на предприятиях города будут открываться новые рабочие места. И для территории важно сохранить молодые кадры и обеспечить их работой. Для нас общежитие – это вообще отдельная история, очень нужная. Потому что если мы сможем обеспечить не только качественное обучение, но еще и быт, достойную окружающую среду, спорт, культуру, досуг, ребята будут оставаться, ребята будут обрастать семьями, значит у Березняков наверняка будет будущее. Кроме того, во время деловой программы партнер форума компания «Уралкали» стал участником заседания Совета директоров промышленных предприятий при губернаторе Пермского края, на котором обсуждались целевое обучение и подготовка кадров для отрасли. Продолжение следует...